МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу вам историю о том, как грянул гром! Ты в рифму заговорил, Антош? Ой, это случайно получилось! Давай я лучше историю буду рассказывать! Ну, конечно, конечно, рассказывай! Ага, разыгралась как-то в лесу непогода! Пошел сильный дождь, поэтому семья Бурундуков спряталась в своем домике. Папа Бурундук тяжело вздохнул. Вот как не кстати это дождь! А я хотел к дубу сходить желудей набрать. Это было бы очень кстати, сказала мама. А то желуди закончились, а я хотела приготовить их на ужин. Придется подождать, пока не кончится ненастье. И вдруг, как что-то грохнет! Маленькие Бурундуки спрятались от этого грохота под кровать! Не пугайтесь, малыши! Это просто гром, сказала мама. Да, ничего страшного! Гром просто громко гремит, потому и называется гром. Куда опаснее молния, важно добавил папа. И как раз в этот момент в окне что-то очень ярко сверкнуло. И тут же раздался страшный грохот. Должно быть, ударило где-то рядом, сказал папа. После этого все затаились и сидели тихо-тихо, как мыши. Почему как мыши? Потому что так говорят. Тихо, как мыши. Ну, история о Бурундуках. Ну, вообще ты говорил, что о громе. Ну, о громе, которого испугались Бурундуки. Вот поэтому и сидели они тихо, как Бурундуки, пока ни погода не отступила. Кажется, все стихло, сказала мама. Вот и славно пойду за желудями, сказал папа. Мы с тобой, мы с тобой засуетились, дети. Зачем со мной? Лапы промочите, строго сказал папа. А мы сапушки надели. Наташ, Бурундуки. Бурундуки? А что такого? Откуда у них сапожки? Ну, история-то сказочная. Эх, сказочная. Поэтому все надели на лапы сапожки и пошли к дубу желуди собирать. А мама дома осталась. Пришли Бурундуки к дубу и что же увидели? Папа, папа, а что это с дубом стало? Ого, засуетились маленькие Бурундуки. Похоже, как раз в него и попала молния, ответил папа. А что это такое? Заинтересовались маленькие Бурундуки горящими щепками. Осторожно, ребята, это огонь предостерег папа. Он опасный. Ой-ой-ой, а как же мы соберем желуди? Собрать желуди мы можем, ответил папа. Некоторые из них даже поджарились от удара молнии. А что такое молния? Да, что такое молния? Спрашивали малыши. На этот вопрос папа Бурундук не мог ответить. Ну, конечно, он же нигде не учился. Почему же? Он учился в лесной школе. Но там не объясняли, что такое молния. Только сказали о том, что она есть и о том, что она очень опасна. Ну да, судя по тому, как она расколола огромный большой дуб, действительно очень опасная. Собрали Бурундуки желуди и вернулись домой. Бурундуки не знали о том, что молния – это огромная электрическая искра. Ну, конечно, откуда им было об этом знать? Ну, хорошо, что знали о том, что молния опасна. Поэтому и не выходили из дома во время сильной грозы. Ну, а теперь пора прощаться. До свидания, друзья. До свидания, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин